Так, немножко о балете. Майя Михайловна Плесецкая, да. Майя Михайловна Плесецкая, она жива еще, нет? Да, жива, здесь написано, родилась в 1925 году. Да, слава Богу. Российская артистка балета, народная артистка СССР, герой социалистического труда. 1943 по 1988 год танцевала в Большом театре. И знаменитые ее роли. Адетта одели «Лебединое озеро» Чайковского, «Дон Кихоти» играла и многие другие. Поставила балеты, которых исполняла главная партия Анна Каренина, «Чайка», «Дама с собачкой», то есть по классике русской. В 1988 до 1990 года художественный руководитель балетной труппы театра «Лирика Националь» в Мадриде. Плесецкая завоевала всемирное признание и ее заблежные гастроли были триумфами советского балета. В 1944 году снималась в фильме «Воспоминания. Я, моя Плесецкая». И получила в 1964 году Ленинскую премию. Теперь о джазе. Джаз – это был, так сказать, народный стиль, да, афроамериканской среде. То есть в среде негров, рабов, которые были завезены в Новом Орлеане, а затем распространился в Миссисипи, Чикаго, Канзас-Сити и дальше до Нью-Йорка. Но пока этим занимались негры, это так и было узко. Но когда за это дело взялись евреи, а это было примерно в 1920-х годах, то джаз получил всенародное признание. Вы помните, что дети эмигрантов из России жили совсем не так, как родители, да, была еврейская мафия и еврейские музыканты. А в 1920-30-е годы, еще знаменитый, вы помните, в течение 12 лет был «Сухой закон», да, и буквально в каждом кабачке устраивались маленькие джаз-ванды, да, и таким образом джаз очень широко распространился и стал популярным. Первый «Зухой фильм» «Вэль Джаз Зингер», я, может быть, читаю с иношским акцентом, вынес на экран проблему старого и нового мира. Там Эл Джонсон защищает свои регтаймы от нападка отца Кантера. Это автобиографический фильм, потому что действительно настоящий отец Джонсона тоже был Кантером, но на самом деле он был более благодушен к новой музыке. Многие из ранних джазовых исполнителей музыкантов, такие как Эл Джонсон, Софи Такер, Джером Керн, Эдди Кантер, Фанни Брайс, были открыты Флоренцем Зигфельдом, который приглашал их в свою школу. У него своеобразная была школа джазовых исполнителей и шоу. Шоу Флоренца Зигфельда, или Зигфельдское шоу. Это представляло собой шикарные бордвейские постановки. В течение первых десятилетий XX века Флоренц Зигфельд открыл много безвестательных талантов. Брайс сделал себе имя как певица Кобик, это женщина Брайс, пела свои веселые песни и играла сама себя в 1936 году Грит Зигфельд с фильмом Повелом главной роли. Трудности шоу-бизнеса заставили Брайс сделать классическую операцию на нос, чтобы не выглядеть еврейкой. Многие еврейские композиторы Джером Керн, Ирвинг Берлин, Джордж Гершин использовали Эрек Тайм в своих композициях. Берлин был родом из России, Керн и Гершин из Нью-Йорка. Мюзикл Керна «Шоу-бот» имел огромный успех в 1927 году и изменил американский музыкальный театр. Берлин начал сочинять в юношеские годы и первый свой большой хит назвал «Александр Рэг Тайм Банд» в 1911 году. Керн говорил о своем друге, что Ирвин Берлин не занимает какое-то место в американской музыке, он сам американская музыка. Джордж Гершин был профессиональным классическим композитором и пианистом и писал как классическую, так и джазовую музыку. Известна его «Рапсодия in blue», которая сочетала классические и джазовые элементы. Гершин также написал много джазовых песен и композиции для Бродвея и фильмов, а также для театра. Известный его мюзикл «Porgy and bass». Действие происходит в сельском юге и используется черное наречие, имеется в виду черное наречие, это не гречанское наречие, да? И джазовая мелодия, это не то, что мы понимаем под словом сейчас. 30-е и 40-е годы. Пол Вайтман, Бенни Гудман, Арти Шау, Харри Джеймс, Зиги Эльман, это все тоже евреи. Они создали свои банды в стиле афроамериканских вот этих джаз-банд, да? Также каунт Беззи, Дюк Эллингтон и джаз Эллингтона, вы знаете, особое место занимает, да? Он Беззи, Луи Амстронга, Кинга Оливера. Амстронг хотя был негром, но выступал в джаз-бандах вот этих еврейских. Гудман, король свинга, был первым, кто решил объединить в банде черных и белых музыкантов, и кто перенес в джаз-танцевальной площадке концертные залы. Там участвовали афроамериканцы Тедди Вилсон, Лайонел Хэмптон, а также Жин Крупа, Гудман и так далее. И им стали подражать, и Гудман был столько успешен в популяризации нового стиля, что черный аранжировщик Флетчер Хенсерсон работал со всеми черными композиторами и группами, но потом обратился к Бенни с предложением сотрудничества. И результат этого сотрудничества вошел в историю. Таким образом, евреи и африканцы объединились вместе. Ну, вы видите, как афроамериканцы, у нас негры все-таки есть негры, это в этом ничего плохого нет, правда? Даже негр написано в Библии в одном месте. А, да-да, один из учеников четко написал, что был негром. Но он не был афроевреем, вы понимаете. Хорошо. Немножко советская музыка. Конечно, много можно говорить, много можно говорить, а мы будем говорить об основных. Марк Бернес. Родился в 1911, умер в 1969 году. Это был и эстрадный певец, и актер, снимавшийся в фильмах. Родился в городе Нежине, на Украине, в крайне бедной семье. И отец Бернеса собирался, занимался сбором утили с Илья. Но потом, конечно, пионеры у него отняли. Работу. Мальчиком Бернес стал статистом Харьковского театра и окончил театральные курсы. И в 1928 году переехал в Москву. Работал в Малом театре, Драматическом театре и Театре революции. В 1937 году режиссер Юткевич поручил Бернесу первую роль в кино, роль Красовского в фильме «Шахтера». Там на шахте угольных паренька приметили, руку дружбы подали, повели в запой. Все знают эту песню, да? Потом снимался в роли Кости Жигулёва, в фильме тоже Юткевича «Человек с ружьём» в 1939 году. И фильм явился для Бернеса началом эстрадного пения. Затем он спел песню Арманды «Тучи над городом стали». Да, и сыграл роль лётчика Кожухарёва в фильме «Истребители». И спел песню Михалкова «В далёкий край товарищ улетает». Да, в фильме «Два бойца» в 1943 году создал образ солдата-одессита. Этот сценарий был тоже написан одесситом Львом Славиным. Фамилия Славиная, естественно, Искович. Авторы известной пьесы «Интервенция». В книге Бернес подчеркнул мужество и юмор, присущие одесситам не только в мирное время, но и в трудные военные годы. Бернес также исполнил песни Благословского «Тёмная ночь» и «Шаланды полные кефали». Шаланды были написаны поэтом Владимиром Агатовым. Вообще-то он Гуревич. В последующие годы Марк Бернес сыграл многие роли и снимался свыше 50-55 фильмов примерно. И в 1951 году получил государственную премию СССР. Песни из этих кинофильмов стали потом самыми любимыми песнями советского народа. Сотрудничал с поэтами Гамзатовым, Матусовским. Также «Подмосковные вечера», «Школьный вальс», это было недавно, это было давно, поэмы «Не забывай», «Суть», мемуары «Семейный альбом». Сотрудничал с поэтами Долматовский, Евтушенко. Евгений Евтушенко, он вообще тоже наш человек, да. Там тоже не Евтушенко, у него есть еще тоже другая фамилия. С композиторами Блантер, Богословский, Френкель, Эшпай, Калмановский. И многие песни лирические, веселые, шутливые, патриотические, спортивные и так далее. Был, значит, фильм такой, значит, «Цель его жизни», где сыграл летчика-испытателя Марк Бернес по сценарию Галая, тоже нашего человека. И Галай писал, что все персонажи Бернеса железноволевые, реже иронично волевые. А сам он им противоположен, эмоциональный, легко иронимый, внутренне незащищенный от бедстатности, грубости, несправедливости. Единственная компенсация от этого – чувство юмора. Также он вместе с Утесовым иногда, и Марк Бернес и Утесов пели одинаково с сердцем. И есть еще третий – Йосиф Камзон. Так писали критики. И песня «С чего начинается Родина» объединила их. Марк Новымович Бернес скончался в Роскве 16 августа 1969 года. Михаил Светлов. Не композитор, но автор многих слов. Видно что-то? Видно, видно. Особенно создания между, да? Так, Михаил Аркадьевич Светлов. Настоящая его фамилия, естественно. Шейнкман. 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 Родился в Екатерина Славле в 1903 году. Умер в 1964 году в Москве. Известный поэт, драматург, автор поэтических сборников, стихи, корень, ночные встречи, «Оризонт», «Охотничьи домики», стихотворение о Гренаде, о Каховке, пьеса «Глубокая провинция», «Сказка», «20 лет спустя», «Мы с желанием», «Брандебурские ворота», «Чужое счастье». «С новым счастьем», переводчик с идиш, многих еврейских поэтов, и лауреат Государственной премии СССР. Первая книга стихов Михаила Светлова называлась «Стихи о Рэбе». «Стихотворение Гренаде» было написано задолго до Гражданской войны в Испании, а просто местный кинодраматург и кинорежиссер Игорь Коэцинцев вставил потом его в фильме «Гренада, Гренада, Гренада моя». Его характери говорили так. Он никуда не торопился, ничего не требовал, и в этом было нечто величественное. «Все для поэзии и ничего для себя». «Поэзия не способ существования, а единственный способ убедить человека в том, что он мудр и добр, что любить весело, а лгать настолько не только подло, но и смертельно скучно». Вот его стихи. «1959 год. Так живу я». «Нет, все листья не облетели, может, жизнь потому и хороша, что живет в моем старом теле понимающая душа». Или «О советских стариках». «Как мы людям необходимы, как мы каждой душе близки, мы с рождения непобедимы, мы советские старики». «1960 год. И 1964-го он написал. «Какой это ужас, товарищи, какая разлука с душой, когда ты как маленький свалишься, а ты уже очень большой». «Когда ты как маленький свалишься, а ты уже очень большой». «Евгений Евтушенко». Евтушенко родился 18 июля 1933 год. На станции «Зима» в Иркутске. Отец его Алексей Рудольфович Гагнус. Естественно, я его. Евтушенко он по матери. Мать Зинаида Ермолаевна Евтушенко. С 1947 года Евтушенко занимался в поэтической студии дома пионеров Зержинского района Москвы. Начал печататься с 1949 года. В 1951 году был принят литературный институт имени Горького. В 1952-й принят в союз писателей СССР. Видите, такая быстрая очень карьера. В этот же году вышел его первый сборник стихов «Разведчики грядущего». За поэму «Мама и нейтронная бомба» в 1984 году была присуждена Ассоорадственная премия СССР. Поставил два фильма по собственным сценариям. Профессор Питтсбургского университета и университета Санта-Доминго. С 1989 года сопредседатель писательской ассоциации «Апрель». С 1988 года член общества «Мемориал». Известная его поэма «Бабий Яр». Вы помните? И этот «Бабий Яр» считали как бы антисоветской поэмой, но ее защитил Самуил Моршак. А Леонид Утесов стиха собственного сочинения поблагодарил Евгенья. И когда Евгенья критиковали, тоже был такой Евгений, который критиковал другого, значит, Евгения, Евгенья, Евгенья. Евгенья написала «Я Евгений, ты Евгений, я не гений, ты не гений, я дерьмо, и ты дерьмо, я недавно, ты давно». Вот такой ответ оппонентов. Как всегда, евреи могли в юмористической форме отвечать своим врагам. В 1962 году прозвучала на стихи Евтушенко и музыка, написанная Дмитрием Шостаковичем, «Симфония Бабий Яр». Затем 25 лет вообще было умолчано ни одной публикации этого стихотворения в стране. «Тот, кто вчерашней жертвы забудет, может быть, завтрашней жертвы будет». Так писал Евтушенко в поэме «Фуку». Утесов Леонид Осипович. Естественно, он не Утесов, а Вайсбейн. Ой, Вайсбейн. Однажды, когда Утесов где-то был на гастролях, к нему пытался пробиться один. Говорит, я, говорит, тоже Утесов показывает паспорт. Я его там брат или там двоюродный брат или троюродный. Говорит, нет, у меня таких братьев, моя фамилия вообще так Вайсбейн. А вы знаете, что Гитлеры тоже жили в Одессе? Жили люди по фамилии Гитлер. Я вам как-нибудь про одесские фамилии расскажу тоже. Интересно, да. Да-да-да, есть такая статья, да. Бехса Сахарова. Итак, значит, Утесов. Да, родился 9 марта 1895 года в Одессе и умер в 1982 году, тоже 9 марта, точно на свой день рождения, в Москве. Был эстрадный певец, актер театра и кино. Учился в Одессе в коммерческом училище Фейга. Фейга оттуда был в 1909 году отчислен за плохую успеваемость и неудовлетворительную дисциплину. После непродолжительной работы в бродячем цирке в качестве гимнаста вернулся в Одессе, где учился играть на скрипке. Вообще, он был большой хулиган, как это было видно из некоторых его фильмов, да. В 1912 году устроился в Кременчугский театр-миниатюр. И тогда он взял сценический псевдоним Утесов. Естественно, с еврейской фамилии, не сильно, видно, тогда принимали, да. Начиная с 1913 года, играл в Одесской труппе Розаново, Большой Малый Решилевский театр, Херсонском театре-миниатюр, Переднажжежном театре-миниатюр, Мозаика. В 1917 году занял первое место на конкурсе куплетистов Гомеле. И в том же году организовал в Москве небольшой оркестр, который выступал в саду Эрмитаж. В 1919 году был первый фильм Утесова в роли адвоката Зарудного в фильме «Лейтенант Шмидт. Борец за свободу». В 1921-28 годах играл в различных театрах. Театр революционной сатиры Москва, Театр музыкальной комедии, Палацтеатр, Свободный театр в Ленинграде, Марине в Риге. В 1925 году снялся в двух фильмах «Светлова», «Карьера», «Спирки», «Шпандера» и «Чужие». В 1928 году после поездки в Париж он впервые услышал профессиональный джаз. Он заболел и создал свою собственную джаз-банду. В 1929 году на сцене Малого оперного театра дебютировал театрализированный джаз Леонида Утесова с программной «Т-джаз». Это был совершенно новый для советской эстрады жанр, и Утесов совещал дирижирование с конференцем, танцами, пением, игрой на скрипке и чтением стихов. Разыгрывались разнообразные сценки между музыкантами и дирижером. Вы можете помнить, веселые ребята, да? Вот нечто подобное было такое у него выступление. Все выступление было режиссерски объединено, начиная со знакомства с публикой и кончая прощальной песней. Называлось «Пока». Для трансляции которой использовался киноэкран и репродукторы, установленные на фасаде концертного здания. Также спектакль Утесова «От трагедии до трапеции». В первой половине 20-х годов он проявил себя как синтетический актер, и на протяжении шестичасового сценического действия из революционера Федора Раскольника он превращается в царя Менелая из опереты «Прекрасная Елена». В дивертисменте играл соло на гитаре, появлялся в облике скрипача, пел, аккомпанируя себе на гитаре, танцевал в паре с балериной и завершал представление упражнениями на трапеции. Помните, молодость? Да, вот такие удивительные молодости были. Гимнасты, вот такие удивительные вещи. В 1929 году спектакль Ленинградского театра «Сатиры. Республика на колесах» прозвучала песня с одесского кичмана, которую объявили манифестом блатной романтики и запретили. Тогда он включил новую песню в свою программу «Тэджаз» «Лимончики» «Гопса с мыком». Его, конечно, политиковали и чуть было не выбрали за такой блатной фокклор советской музыки. Но все равно народ его любил. И в начале 30-х годов Лебедев Кумач по просьбе Утесова написал новые тексты для песен «Подруженька» и «Мурка», большейший репертуар певца, а также «Джаз-болельщик» и «У окошко». Следующая программа была в 1930-м году «Джаз на повороте». Состояла из оркестровых фантазий на темы народных песен и четырех рапсодий, написанных Дунаевским – русской, украинской, еврейской и советской. Разлучали мелодии «Во субботу день ненастный», «Вид витры» и так далее. Также включал джазовые интерпретации мелодии народов СССР, объясняя так. Если у американского джаза не гречанский фольклор, то почему у нас не может быть грузинского, армянского и украинского? В 1933 году появилась пьеса «Музыкальный магазин» авторы Эрдбан и Масс. Это тоже много комических эпизодов, происходящих в музыкальном магазине в течение рабочего дня. В одной из сцен оркестр пародировал механизированный бездушный джаз, исполняя переложенный Дунаевским в ритме фокстрота арию индийского гостя из Садко. Римского-Корсакова «Сердце красавицы» из «Реголетов», «Верли» и другие темы из Евгения Онегина, Чайковского. И вот такая джазовая интерпретация классических произведений определила содержание следующей программы оркестра «Кармен» и другие. Комические обыгрывались эпизоды известной оперы, и в 1934 году на экраны вышел фильм Александрова «Веселые ребята». После этого Утесов стал в 1934 году любителем всего советского народа. Песни Дунаевского на стихе Лебедева Кумача «Сердце тебе не хочется покоя», «Марш веселых ребят» и так далее. Проходивший в Лондоне Конгресс мира и дружбы СССР в 1937 году заканчивался под марш «Веселых ребят». В 1936 году в выступлениях оркестра принимает участие и Дид Утесова, дочь певца, актриса театра имени Вахтангова. В 1937 году джаз-оркестр Утесова представляет программу в двух отделениях «Песни моей Родины», первую часть песни о гражданской войне «Тачанка», «Полюшка». Там ходили также лирические, комедийные песни, и программа шла несколько лет, вплоть до Великой Отечественной войны. В 1938 году Утесов качественного художественного руководителя выпустил спектакль «Два корабля», в котором прозвучали песни «Варяг», «Раскрынулось море широко», «Моряки», «Краснофлотский марш», «Баллада о неизвестном моряке». В 1939 году он уже как литератор написал первую книгу «Записки актера». Играл роль директора кардиологического санатория «Спасибо сердцу». В спектакле выдавили много шума из тишины. Также играл, пел и дирижировал оркестром в киноконцерте «Пароход», который по праву считается прообразом современных видеоклипов. Объявление о начале войны застает учёс во время репетиции новой программы «Напевая, шутя, играя» в московском эрбитаже. Желая поддержать солдат, оркестр в короткий срок создаёт новую совершенно военную программу под названием «Бей врага», в которой вместе с известными песнями звучали новые произведения. «Не раз и не два мы врага учили», «Партизан Морозко» и «Привет морскому ветру». Только за первый год войны оркестр дал свыше 200 концертов на заводах, кораблях, в армии действующей на Калининском фронте, включая в программу все новые песни «Жди меня», «В землянке», «Тёмная ночь», «Одессит Мишка», «Антифашистские частушки», «Гадам нет, пощады». И в 1942 году Утёсову было присвоено звание заслуженного артиста СССР. Вторая программа явилась откликом на начало серьёзных успехов советской армии. Там были включены песни «Прощание», «Пароход», «Десять ночей», «Два друга». В 1944 году новая джаз-фантазия «Салют», в которой прозвучали отрывки из симфонических произведений. Свыше 20 старых и новых песен лирические и сатирические интермедии. И 9 мая 1945 года при огромном стечении народа Утёсов выступил с оркестром на открытой эстраде на площади Свердлова в Москве. К 800-летию Москвы в 1947 году Утёсовский коллектив подготовил оркестровую фантазию «Москва», в финале которой впервые исполнялась песня Дунаевского «Дорогие мои москвичи». В 1952 году программа «Музыка толстых». Центральное место в ней занималось сатиры на международные темы. В 1954 году было отмечено 25-летие коллектива эстрадным спектаклем «Серебряная свадьба». Там Утёсов исполнял последние произведения Дунаевского. И он говорил, что песне я отдал все сполна. Песня вошла в фильм «Веселые звезды», экранизация эстрадного концерта. И в 1960 году была новая программа «30 лет спустя». Там оркестр исполнил сложные классические произведения. Марш Прокофьева из оперы «Любовь к трём апельсинам», пьеса «Ди Бюси», «Ривьера». И в отличие от западного чисто танцевального джаза подчеркнулся пародийный номер «Эволюция западного танца». В 1965 году Утёсову уже было присвоено звание СССР. Он стал первым артистом эстрады, удостойным этого звания. В 1966 году, 9 октября, он почувствовал себя плохо. Через некоторое время решил покинуть сцену. Ещё у него осталось 16 лет жизни, и дальше он просто писал. Писал книгу «Спасибо сердце». Руководил оркестром, снимался на телевидении, но практически не выходил на сцену. В 1981 году состоялось последнее выступление Утёсова. Вот такая удивительная судьба. Критики обвиняли Утёсова в отсутствии певческого голоса, но зато это был великий артист. И он говорил так, пусть так, я пою не голосом, я пою сердцем. Видите, очень такое еврейское понимание музыки. А следующее, ну, угадайте, что у нас? Он не Высоцкий. О, Высоцкий, да. Полное имя Высоцкий Владимир Семёнович. Да, родился в 1938 году и умер в 1980 году. Поэт, актёр, автор и исполнитель песен. Да, учился в Московском инженерно-строительном институте, после окончания школы и Московского художественного академического театра 1964 года становится артистом Московского театра на Таганке, как актёр получил признание за роль Гамлета, участвовал во многих постановках, прославился пением собственных песен. И мы все увлекались всегда песнями. Хотя они были вроде как бы и не разрешены, и не запрещены. Да, и всё так вот ходило, да. Естественно, да. Многие песни были написаны для кино. Скала Ласка, Садовья уходят в бой, Кони Привередливые, Расстрел Горного Эха, Отче Чёрный, Баллада об уходе в рай и другие. Снимался в кинокартинах, Короткие встречи, да, Вертикаль, Хозяин Таги, Служили два товарища, Единственная дорога, Плохой хороший человек, Земля Санникова, Сказ про то, как Пётр Ара поженил, Бегство мистера Макильни, И всем известный Фильм Место встречи Изменить нельзя. Его признали народным артистом после встречи. Да. Вот. Женат был, как вы знаете, на французской актрисе, Марины Влади, Которая, вообще-то, Фамилия Полякова-Байдарова, Вот. Ну, С русских, Украинских эмигрантов, Да. И стал кумиром молодежи. Особенно был популярен Последние 10 лет Своей жизни. Ну, вы знаете, Он выпивал много. Похоронен на Ваганковском кладбище, Где возьмут ему памятник. В Москве открыт музей Высоцкого. И только после смерти, Вы знаете, Его песни и книги Стали доступными. На памятнике написано Не народному артисту, А от народа. Да. Дунаевский. Следующий. Дунаевский. Исаак. Исаак Осипович. Иосифович. Дунаевский. Это, естественно, Не фамилия. Иосифович. Исаак Осипович. Или Осипович. Иосифович. Ну, он Исаак Дунаевский, да. Родился в январе 1900 года В городе Локвица. В городе Локвица. Иосифович. В городе Локвица Полтавской области. Или губернии, как тогда еще. И умер в 1955 году в Москве. Окончил Харьковскую консерваторию По классу скрипки. В 1919 году. Занимался композицией. У Богатырева в 1924 году Жил в Москве. Руководил музыкальной частью Театра Сатиры. Писал опереты, балеты. С 1929 по 1941 год Был музыкальным руководителем И главным дирижером Мюзик-холла в Ленинграде. Сотрудничеством с джазом Утесова. Был председателем Ленинградского отделения Союза композиторов. И в 1932 году Началась деятельность Дуньевского Как кинокомпозитора. В 1943 году Переехал в Москву. Стал художественным руководителем Ансамбля Центрального дома культуры Железнодорожников. Создал 12 оперет. В том числе и нашим, и вашим. Женихи, Ножи, Золотая долина. Создал музыку к фирмам Цирк. Волга-Волга. Кубанские казаки. Вместе с режиссером Александровым И поэтом Леведем Кумачом Дуньевский был создателем музыкальной комедии Веселые ребята. А также песни из кинофильма. Песни о родине фильма Цирк. Песни о Кохолке. На слова Свердлова. Три товарища. Марш энтузиастов. На слова Актиля. Светлый путь. Создал жанр песни марша. Спортивный марш. Марш трактористов. Весенний марш. Песня о Москве. Песня о веселом ветре. Дети капитана Гаранта. Помните? Пути дороги. Вечер вальса. Не забывай. Летите голуби. Песни о родине. О Кохолке. Марш энтузиастов. Опереты. Золотая долина. Вольный ветер. Сын клоуна. Белая акация. И также к фильмам. Веселые ребята. Вратарь. Цирк. Дети капитана Гаранта. Волга. Волга. Светлый путь. Кубанские казаки. Он обогатил жанр песни. Внеся в нее элементы опереты и джаза. Народный артист России с 1950 года. И его сын Дунаевский Максим Исакович. Родился в 1945 году. Ученик Хренникова. Среди сочинений мюзиклы «Тили-тили-теста» в 1968 году. Емельина «Счастье» в 1975 году. Три мушкетера. В 1977 году все любят и помнят музыки, песни из этого фильма. Да. Дети капитана Гаранта в 1987 году. Концерты для оркестра в 1970 году. Кантаты для хора «Акапелла» «Старые корабли». На стихи лунквиста. А также камеры инструментальные ансамбли, сонаты, циклы, романсы, хоры и музыка кинофильмов. С выше 30 фильмов, в том числе «Мэри Поппитс» в 1983 году и различным спектаклем. Еще есть Исаковский Михаил Васильевич. Герой социалистического труда. Написал песни «Прощание», «Катюша», «Огонек», «Враги сожгли родную хату», «Снова замерло все до рассвета». И многие еще другие певцы и сочинители песен. Баснер Вениамин Ефимович. Композитор написал песни «На безымянной высоте», «С чего начинается родина», «Белые акации», «Гроздья душистые». Березин Ефим Иосифович. Помните, Тимошенко и Березин, да? Штепсель и Тарапунько. Блантер. Композитор. Песни «Катюша», «В лесу при флотновом», «Летят перелетные птицы» и так далее. Я тут всех тоже не буду перечислять. Гринбих Мария, израильна пианистка, исполнитель Санат Битковина. Давидович Белая Яковлевна пианистка. Зак Яков Израильевич пианист. Кац, композитор. Шумел сурово брянский лес, как у дуба старого. Кобзон. Ну, Кобзон, вы слышали ее, да? О нем надо не говорить, его надо слушать. О нем надо слушать. Калмановский. «Хотят ли русские войны? Я люблю тебя. Жизнь, Алеша и другие». Да. Лундстрем, Олег Леонидович с 1915 года рождения, был руководителем старейшего джаза в России. Да. Поэт Мандельштам умер в 1938 году в ГУЛАГе. И его жена, тоже писательница, которая сохранила наследие Мандельштама. Матусовский, песни «Школьный вальс», «Подмосковные вечера». Мейтус Юрий Сергеевич, Юрий Сергеевич, молодая, опера «Молодая гвардия», Ярослав Мудрый, Иван Грозный. Да. Миров Лев Борисович, артист эстрады, да, в социическом дуэте, с Новицким. Миронов Андрей Александрович, сын Мироновы и Менакера. Да, Менакером Миронов. Оистрах, все знаете, да? Есть Оистрах Давид Федорович, и есть Оистрах Игорь Давидович, его сын. Скрипач, дирижер, садист Московской филармонии. Островский, Аркадий, а правильнее, Авраам Ильич, песни «Комсомольцы, беспокойные сестра», «Свесца», «Будь всегда будет солнце», «Волос земли», «Спят усталые игрушки». Да. Покрас, Дмитрий Яковлевич. То есть, короче, если вы возьмете, да, вот русскую, советскую песню, то вы сами понимаете, что там трудно найти какого-нибудь ненашего человека, да. Покрас. Дмитрий Яковлевич часто писал песню с авторствой с братом, Данилом Яковлевичем. Написал песню «Марш Буденова», «Москва Майская», «Если завтра война, по военной дороге», «Дан приказ ему на запад», «Ходят тучи, грозовые облака», «Песня артиллеристов», «Три танкиста», «Красная армия всех сильней», я уже говорил, там свой человек, да. Пугачёва Алла Борисовна. Знаете, что? Вообще дает настоящая фамилия Певзнер. Певзнер. Пугачёв, Певзнер, да. Алла Борисовна. Хорошо. Я всекаю.